Крещение Господня Купель мужская, женская и с подогревом. Для тех, кто все-таки беспокоится о своем здоровье и не готов сразу погружаться в ледяную прорубь. Вода на протяжении всей праздничной ночи здесь будет подогреваться. Воду прогреют минимум до 22 градусов. Все будет зависеть от температуры воздуха в эту ночь. Вода будет подключена водопроводная, будет проточная. Сомнений о чистоте воды никого не должно возникнуть. Для того, чтобы она не замерзла в купелях, мы завтра ее подключаем непосредственно перед богослужением, наполняем купели и священнослужители проведут обряд. Главная задача местных властей – безопасность предстоящего праздничного обряда. В канун крещения глава городского округа Дмитрий Волошин проверил готовность купелей. В центральной площадке будет являться арена, собственно, где мы с вами находимся. Также дополнительно мы устанавливаем купели в парке «Якоберек» в микрорайоне Левобережный, парке «Величко» в микрорайоне Сходня и академия МЧС традиционная в Новогорске также будет купель. Только на территорию Химок приходит несколько тысяч человек, поэтому мы всегда стараемся сделать так, чтобы людям было удобно и комфортно. Дополнительно мы пустим общественный транспорт. О том, как будут оборудованы места для купания, волнуются и сами жители города. В одном из домовых чатов химчане обратились к депутату Совета депутатов Инни Монастырской. Я была в прошлом году и наблюдала, как очень много действительно людей окунаются, много детей было. Будет установлен очаг с огнем, где можно будет погреться, большой-большой самовар, где мы сможем выпить чай с ушками, с пряниками, с баранками. Безусловно, это будет прекрасная ночь, где будет очень много химчан и я уверена, что этот праздник останется в сердцах нас на долгое время. Врачи рекомендуют подойти к участию в традиционных купаниях, как говорится, с холодной головой. Необходимо трезво оценить возможности своего организма. Медики настаивают, окунаться в воду могут лишь те, кто закалялся и готовился к этому обряду на протяжении всего года. В противном случае последствия могут быть плачевны. В момент погружения в холодную воду происходит резкий спазм периферических сосудов. То есть сжимаются очень сильно сосуды кожи, сосуды подкожно-жировой клетчатки, сосуды скелетной мускулатуры. Это очень большой объем сосудистого русла. И вся вот эта вот кровь, которая должна быть там, она переспределяется во внутренние органы. И если во внутренних органах что-то не в порядке, там может много что нехорошего произойти, вплоть до того, что вот эта обратная волна может дойти до сердца и вызвать его внезапную остановку. А завести ее при таком состоянии периферических сосудов будет очень сложно. Риск для здоровья не приветствуют и священнослужители. Обряд омовения в праздник крещения Господня – не главная традиция. Важнее прийти на богослужение в храм, помолиться о близких и попросить прощения за все прегрешения.